Сегодня игровые площадки детского сада номер 4 пустуют, не детей и в самом здании дошкольного учреждения. Это связано с тем, что в детсаду «Дельфинчик» начался капитальный ремонт, который не проводился здесь последние 37 лет. Потом у всех детей отправили на каникулы домой, а часть малышей временно устроили в соседний сад. По словам руководства сада, в ремонтные работы уходит обновление фасада здания и замена деревянных окон на пластиковые. Ну, после капремонта, конечно, у нас теперь будет очень тепло в группах, потому что окна у нас были обветшалые, захудалые. Сейчас все делается, проводится очень хороший ремонт и мы надеемся, что детский сад у нас будет еще лучше и тепло. Такие изменения в этом году произойдут в пяти объектах образования, в трех детских садах и двух школах. Ремонт финансируется как из республиканского бюджета, так и из городского, на общую сумму 83 миллионов тенге. Именно это из республиканского бюджета, дорожную карту занятости, попали три объекта наших, объекты учреждения образования, то есть объекты образования. Это 29-я школа капитальный ремонт, фасад замены окон, это 4-й детский сад, тоже самое, фасад замены окон. И 31-я школа ремонт актового зала и спортзала 31-я школа. Капитальные ремонты в четырех объектах образования идут полным ходом и уже порядка 60% всех работ завершены. Исключением является лишь 31-я школа. Там ремонт актового зала и спортзала еще даже не начат. По словам руководителя Тимиртавского отдела образования, это связано с тем, что еще не выявлен подрядчик. В 31-й школе на сегодняшний день ремонт даже еще не начат. Почему? Потому что есть понятие госзакупки, конкурсной процедуры, которой мы должны придерживаться по закону. Согласно закону госзакупки, вот эта все процедура, конкурсная процедура до сих пор ведется. Несмотря на задержку с проведением конкурсных процедур, чиновники от образования уверяют, все объекты, включая 31-ю школу, будут сданы в срок до 25 августа. Искандеры Байкена Владимир Парахавой, новости Тимиртав.